Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. Прошлый отопительный сезон для энергетиков стал настоящим испытанием. Еще перед началом осенне-зимнего периода энергетики заговорили о дефиците воды и лимитах на потребление электроэнергии. Стало известно, что Токтагульское водохранилище, которое питает энергетическое сердце страны, каскад гидроэлектростанций заполнено в прошлом году лишь на 60%. Тему продолжит Айтунук Нординова. В это время как раз очень напряженное было время. Было давление от народа, давление от парламента энергетикам, что не хватает энергии. Но это было связано, в общем-то, с природными явлениями. В прошлом году воды слишком мало было. В это время, вот к 1 октября, тогда еще 12 миллиардов кубических метров воды не было. Вспоминает эксперт по энергетике Карпек Алумколов. Покрыть дефицит электричества. Власти попытались за счет поставок электроэнергии с соседних стран. Договориться удалось с Казахстаном. Во избежание веерных отключений в ходе визита главы государства в Астану, в ноябре прошлого года был подписан договор об импорте 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. У нас получилось маловодие очень сильное. Такое бывает раз в 5 лет. И не буду скрывать, наш министр энергетики бывший, другие члены правительства предлагали в Кыргызстане вводить веерные отключения. Слава Богу, вы благодаря своему президенту в Казахстане не знаете, что это такое. Но у нас это было в 8, 9, 10 году, когда отключается свет, когда люди сидят без света, без всяческих удобств. Я сказал, что мы на веерные отключения не пойдем. Заявил глава государства Мазбекотамбаев в ходе визита в Астану в ноябре прошлого года. Веерных отключений не было. Однако населению пришлось дорого заплатить за потребление импортного электричества. Абоненты, потребляющие свыше 700 киловатт электроэнергии, начали платить по 2,05 сомов. Была введена новая тарифная политика. Прошлогодний дефицит ощущался. Пришлось воспользоваться импортной электроэнергией очень дорогим. И людей, в общем-то, свои упущения, которые произошли в энергосекторе, ну, возложили, будем говорить, финансовую сторону этой проблемы, возложили на потребителей. И люди или поняли, или просто от безысходности, безвыходности этой ситуации согласились с этой, на повышение тарифов. И через повышение тарифов смогли ограничить потребление электроэнергии. Говорит доктор технических наук Саппар Арганбаев. Малый объем воды в Токтогурской ГЭС энергетики объяснили маловоде. Однако у эксперта в области ТЭК Расулова Металиева совсем другие объяснения по поводу постоянного снижения объема воды в водохранилище. В 2010 году мы набрали в Токтогурском водохранилище 19 миллиардов 700 миллионов кубических метров. Естественно, вот за три года, за три года, мы его, значит, опустили до 9 миллиардов. Это человеческий факт. Говорит он. Расул Металиев уверен, что объем снизился из-за холостых сбросов в летнее время. Он обвиняет чиновников из энергетической отрасли в том, что они продают воду. И летом вода уходит на сельхоз в нужды соседей. По данному Металиева, электрические станции спускают воду из Токтогурской ГЭС ночью. При этом эксперт добавил, что у него есть доказательства. Фотографии и видеозаписи. Дело в том, что я неоднократно говорил о том, что в летние месяцы мы производим холостой сброс воды. Мы не должны были производить холостые сбросы. Мы должны готовить, накапливать воду в Токтогурском водохранилище для того, чтобы уровень воды был высокий, для того, чтобы вырабатывать электроэнергию. И в осенние-зимние месяцы, в отопительный сезон, полностью обеспечивать электроэнергией жителей и объектов нашей экономики. Рассказал эксперт Расул Металиев. Необходилось проверить руководство соответствующих ведомств на факт продажи воды соседним государством, отметил премьер-министр Томир Сариев во время его поездки на Токтогурское водохранилище. Также он отметил, что нельзя исключать и хищение. Огромное количество людей, которые хотят работать хотя бы контролерами. Почему? Потому что есть хищение. Я не говорю уже о руководящих должностях. Я вполне уверен, что потери происходят из-за коррупции. Необходимо исключить этот фактор. Сказал премьер-министр Томир Сариев. В свою очередь, Министерство энергетики отмечает, что разговор о продаже воды необоснованный. Приток и отток воды находятся под тщательным контролем. Ведется видеонаблюдение. Более того, по данным Министерства энергетики и промышленности, сегодня удалось увеличить объем воды в Токтогурской ГЭС. На данный момент у нас в Токтогурском водохранилище порядка свыше 13 миллиардов воды накоплено. Это больше, чем в прошлом году на порядок. То есть из года в год подготовка к ОЗП проходит более тщательно, взвешенно. И какие-то моменты, которые мы не ушли в прошлых ОЗП, мы сейчас очень внимания большое уделяем и готовимся так, чтобы те проблемы или те, которые наши возникли, определенные трудности, что в этом году мы должны их избежать. Говорит заместитель министра энергетики и промышленности Нурлан Садыков. Однако эксперт по энергетике Саппар Арганбаев сомневается, что 13 миллиардов кубических метров воды будет достаточно пройти бесперебойно-отопительный сезон. Если будет суровая зима, соответственно, дефицит будет чувствоваться. Я считаю, что это безответственно продать свою воду, потом покупать по высокой цене. Сегодня эксперты говорят, почему объем воды сегодня низкий. В 2010 году с таким же объемом только за один год смогли выйти на 19 миллиардов. А в этом году было достаточного притока воды. Но, несмотря на это, мы не можем получить точный ответ, куда наша вода уходит. Почему отметка стоит только на 13 миллиардах? Все мы видели, что в этом году была достаточная снега, и маловодия не наблюдалось. Говорит он. Судя по всему, и в этот ОЗП нужно еще соседнего электричества. Кыргызстан уже обратился за помощью к Таджикистану. Официально Душенбе согласился предоставить 500 миллионов киловатт-часов по цене 2,5 цента. 2,5 цента сейчас по сегодняшнему курсу получается где-то сом 80 иинов. Это немного, это нормально, это чуть-чуть больше, чем нашей цены. Подстанция Кемин уже работает, подстанция Датка тоже работает. Но полностью сказать, что введением этой линии мы не будем зависеть от импорта электрической энергии, нельзя сказать. Как мы накопим в этом году воды на Токтогусском водохранилище, многое будет зависеть от этого. Если мы сумеем за лето достаточное количество, хотя бы 15-16 миллиардов киловатт-кубических метров, тогда мы можем не зависеть. Говорит эксперт Карпе Колумколов. В то же время энергетики заявляют, что Кыргызстан сегодня стопроцентно готов к отопительному сезону. Впрочем, аналогичные обещания кыргызстанцы слышат каждый год осенью. Однако частые сбои электричества, лимиты в потреблении, дефицит воды, в зимние холода – картина привычная. На этом фоне эксперты призывают кыргызстанцев самим заблаговременно подготовиться к отопительному сезону, закупить альтернативные виды топлива. Тем более в этом году метеорологи обещают не совсем теплую зиму. Айтун Ахнурдина. Специально для ИВПР. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы ИВПР Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Асаналы. Услышимся.